Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и слава великому реактору, потому что мы продолжаем его защищать в игре под названием Red Reactor. И как вы видите, наступила уже глубокая темная ночь, а это значит, что скоро пойдут враги, и я должен буду от них как-то отбиваться. У меня, конечно, есть 4 стрелы, и у меня есть огромный арбалет, который я установил в прошлой серии, но не факт, что все это добро мне поможет, ибо враги сильны и врагов много. Ну а ночь темна. Что ж, я думаю, что стоит вообще построить по-хорошему еще несколько стрел. Ага, 30 древесины, нет, 30 древесины и 10 камня, офигеть, 30 древесины, я же всю древесину потратил... Ладно, 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 я просто потратил всю древесину на посадку новых деревьев, которые, между прочим, еще не выросли. Что ж, придется отойти от деревни и добывать, ломать, делать вот так вот рукой, и тогда древесина появляется у меня в карманах. Это круто, конечно, это круто. И с едой какие-то проблемы, и вообще, я не знаю, мой новый поселенец, которого я в прошлый раз купил, нанял и создал ему дом, он вообще занимается какой-то работой в шахте, или он просто сидит в своем доме и даже не выходит? Я не знаю, совершенно непонятно, совершенно неизвестно. Ну, и последствия, последствия после сегодняшней битвы мне нужно как-то минимализировать, чтобы все было очень хорошо, и никто мне ничего не сломал. Ибо экономику восстанавливать, ну, это как бы долго, довольно-таки долго, реально. Такс, надо как-то придумать, как добывать деревья, слушайте, а тут же у меня есть штука, которая будет рандомно создавать предметы. Да, это круто, эту штуку нужно построить. Такс, у нас три дома. Один добывает фрукты и овощи, вторые два добывают в шахтах ресурсы. Рядом с ними, между прочим, установлены шахты. Такс, а что у меня в хранилище? Ну, вроде как ресурсы постепенно добываются. И медь есть, и песок, и золото, и алмазы, и все-все-все-все-все-все есть. Не в больших количествах, конечно, но есть. Так, ну а из дерева, которое я добыл... Стоп, мне же камень нужен, мне же нужен камень. Саня, тебе же нужен камень, добери его. Как раз 10 единиц. Из этого добра я сейчас попробую создать стрелы. Ну, как бы у меня, скорее всего, получится. Да, у меня 14 стрел, теперь мне враги не страшны. А вообще, по-хорошему, конечно, лучше создать пистолет себе. Но для этого нужен титан, для этого нужен хром, и ракеты даже можно делать. Но пока начнем хотя бы с титана и хрома и пистолета. А до ракет мы как-нибудь с вами дойдем. Такс, ну че, что-то я врагов не вижу. Эээ, давайте нападайте на меня уже. Я просто хочу вас встретить на подходе к своей деревне. Чтобы вы не смогли мне сломать ни одного дома. Ну, никого вроде бы нету. И музыка перестала играть. Это стопудово затишье перед бурей. Старое, доброе, классическое затишье. Я не помню, в прошлый раз, когда враг нападал, музыка переставала играть или нет. Стремно, блин, мне реально страшно. Вроде я и вижу все, что происходит в округе. Но, мне кажется, зачем-то уследить я все же не могу. Как будто камни движутся и деревья передвигаются. Реально страшно. Ладно, все это, все это прекрасно. Но прекрасно посмотреть будет еще, что это за предмет такой. Который создает другие предметы. Нам нужно 3 меди и 20 камня. Итем дженерейтор. 3 меди и 20 камня. Медь у меня есть, кстати. Эээ, пришел торговец. С безумными ценами, да? С безумно невероятными ценами. Можно купить у него азурит. Хотя цены, слушайте, сносные. За пару дней я смогу заработать столько, наверное. Но пока ничего покупать не буду. Так, сметь забираем. Камень забираем. Но нужно добыть камень еще где-то. Но это будем делать уже только лишь днем. Когда я буду уверен, что ничего не угрожает моему великому реактору. О, смотрите-ка. Практически получился забор из деревьев. Но все равно пробежать здесь можно. По крайней мере здесь. Нужно будет полностью обнести всю свою деревню деревьями. Это будет единственная нормальная адекватная оборона. Опаньки. Солнце-то уже поднимается, а врагов все еще нету. Я думал здесь враг, а это была тень. О, ужас какой. Нет, ну серьезно. Где вы? Неужто этой ночью все обошлось и врагов не будет? Я не верю своим глазам. Это просто прекрасная новость. Я тогда пошел. Или еще рановато? Нет, пока рановато. Лучше перестраховаться. Лучше перестраховаться и сходить подобывать камень. Или уже идти? Блин, просто время тратится впустую. Ладно, я пошел добывать камень. И будь что будет. И будь что будет. Нам нужно всего лишь немного камня. Вот сюда я никого не вижу. Если враг придет с той стороны, ну окей. Там у меня есть моя баллиста. Которая хотя бы немного должна как-то защищать. Меня. И мои интересы. И разумеется, великий реактор. Давай камушек, камушек, камушек. Блин, мне не нравится, что камень добывается крайне медленно. Ну не так быстро, как дерево. А хотелось бы добывать его так же быстро. Блин, а где еще? Че, больше камня нет в округе. Придется бежать далеко, да? А вон, слушайте, есть камень. Так, это тучи, я надеюсь, да? Из-за этого тень пала на мой городок. Это кто такой? Фух, это наш гражданин. Он просто осматривает территорию. Молодец, мужик. Он ждет, пока вырастут ягоды, чтобы их собрать. Ничего плохого он не задумал, я надеюсь. Потому что я за ним слежу. И гнев мой будет праведным и жестким. Если вдруг что-то случится. Со мной, или с мужиком, или с реактором. Хотя я же против мужика был настроен, да? Типа я мужика буду ругать. Да не буду я ругать мужика. Зачем его ругать? Давайте, последний кусок камня. Ну, я еще добуду камень, хорошо. Пока полностью эта скала не исчезнет. Можно добывать камень, было. Но, бежим назад. Бежим назад. Все классно, все прекрасно. Сейчас будем строить генераторы предметов. Здесь ничего не пропало? Нет, вроде все на месте. Фух. Генераторы предметов. Где они? Создадим целых два сразу. Не хватает материалов, да? Так, подождите. А, 20 камня нужно было? Я почему-то думал, что 10 камня. Ладно, поставим генератор предметов где-нибудь рядом с реактором. Как он работает? Эм, ну-ка. Хм. Надо 4 предмета. А тогда он будет что-то генерировать. Ну, я поставил генерировать медь. Посмотрим, будет ли он ее генерировать. Я пока пойду, добуду еще немного камня, чтобы засунуть в генератор камень. Потому что мне не хватает и древесину. Древесину и камень. Если он будет генерировать, то, блин, это будет просто шикарно. Я стану каменным миллиардером и древесным, в общем-то, тоже. И шерсть, и овечью шерсть. Но овечья шерсть у меня пока еще есть. Это просто те самые ресурсы, которые добывать приходится самому. И это довольно не круто, потому что, ну, это не круто. Долго просто, вот, как бы, долго. Давай добывай камень уже, ешкин, как ты кот. Я ж близко нахожусь. Давайте будем смотреть на свою деревню, чтобы просто гордиться своим реактором. Сколько всего он нам дал. Свет, тепло, лучи радости и добра. Пиу-пиу, как говорится, да? Пиу-пиу. Даже досюда достает его свет, освещающий мою темную душу. Все нормально. Овечка думает, что ее это не коснется, да, ситуация? Ситуация с добычей камня. Но овечку я тоже сейчас, наверное, буду добывать. Блин, камня больше нет, близко. Вон камень или сюда. Уже ладно, этот добуду. Можно было бы насобирать ресурсов сразу на два генератора предметов. Но что-то как-то... Не хочу я далеко от базы отходить. А можно пробежать, в общем-то, по кругу, да? Там, смотрите, еще камень есть. Добыть еще 20 единиц. Меди мне просто как бы хватает. А вот камень... Это дело другое. Зачем я так часто кликаю, если от этого быстрее добыча не происходит? Я не знаю. Просто хочется кликать порой. У вас такое желание не возникает? Вот сидите вы и думаете, сейчас бы как покликал бы жестко именно. Вот у меня такая же ситуация. Так, сэ. Овцы, овцы, овцы. Овцы, овцы, овцы. Как же далеко камень. Если вдруг сейчас на меня нападут, это будет просто жжепенция, друзья мои. Это просто будет финиш. Ну, вроде никто не нападает. Вроде и реактор стоит, и дома тоже стоят. Да и предупредить меня, игра должна была бы по любасу о каком-нибудь вторжении противников. Какая-нибудь надпись, табличка, что-нибудь выскочило бы или звук такой. Пэу! Я понял бы сразу, да Началась война Началась война на уничтожение реактора Все, последний кусок камня Ну и оставшийся камень тоже добуду Давай уж, добывайся Мне хочется вернуться в родные пенаты Пенаты Такс Это кто летает в небе? Это вражеский шпион, разведчик? Какой-то ворон Че он там летает и чего он вообще ждет? Чего желает? Кто там еще? Еще одна птица Блин, классно реализован животный мир здесь Овцы и птицы, больше ничего не нужно Все, что в этом мире есть, это овцы и птицы И овцы крайне добрые Как будто бы я их сам пасу Как будто бы я их мама, они от меня не убегают Они ждут пока я приду и начну их добывать Вот уж эти овцы Молодцы овцы на самом-то деле Че я на них нагоняю ужаса и страха Овцы молодцы Так, сгенератор Ты че там делаешь, чувак? Ты кто вообще? Ты кто? Ты что? Что он делает? Он генерирует? Чувак, ты реально умеешь генерировать? Молодец, только генерируй ко мне камень, а слушай Нет, медь мне не надо Генерируй камень, мне нужно больше работников Чтобы чувак этот умел генерировать Классно, здесь у нас что? Камень не добывается, но очень медленно А медь, блин, круто Слушайте, работает Таких штук нужно побольше и побольше рабочих Такс, хорошечно Но, блин, если я построю сейчас два генератора Мне же все равно не хватит, как бы, рабочих рук Для того, чтобы их обеспечивать Обслуживать Такс, еще один здесь Ну че я могу сюда закинуть? Ну давайте закинем древесину Древесина тоже нам нужна Хоть он и генерирует, но генерирует не так быстро, как мог бы генерировать Скажем честно Такс Ну вот древесина Посмотрим Сколько камня ты уже сгенерировал? Уже А че ты медь генерируешь, дурачина? Алло, генерируй камень Все, нажал вроде бы Е генерировать А, я могу и сам генерировать Слушайте, мне даже не нужно никуда убегать Можно позвать жителя, а можно генерировать самому И сколько я сгенерировал за раз? А одну древесину за один круг, да? Неплохо Да хватит генерировать медь, дебил! Ты че, ну? Хорош Отойди вообще отсюда Больной Больной человек Какого хрена он столько генерировал меди? Иди Он, видите, работает сейчас на этих На ягодах Идиот Сколько требуется ресурсов для строительства дома? Шерсть и 15 древесины И то у меня, и то есть Ладно, добудем сейчас немного древесины Построим еще одного жителя Который будет заниматься генерацией Бляха-муха Ха-ха-ха, сумасшедший Я говорю ему, не надо добывать медь Медь добывают в шахте Добывай то, что в шахте добыть нельзя Например, древесину или камень Нет, камень можно, но там мало его Мало, очень мало Такс Вот так Че? Не генерирует пока Ладно, потом Смотрим, 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 смотрим Дом готов А будет ли хватать мне еды на... Всех? Придется, скорее всего, еще Да, крутись же Придется, скорее всего, еще, блин Что-то делать, что-то строить Нанимать жителей Строить еще Фруктовые плантации Ну вот он, житель Сразу начинает добывать пищу А кто будет генерировать? Ладно Генерировать они будут в свободное От добычи фруктов время Фруктовых деревьев у нас, кстати, четыре Немало Надо строить еще одно Пока мы развиваемся довольно неплохо Разбираемся в основах игры, но Очень-очень медленно Как-то здесь происходит строительство, добыча и прочее Очень медленно Хотелось бы, чтобы это было быстрее Из-за того, что появился новый житель Я построю еще одно Плодово-ягодное дерево Фруктово-вкуснейшее С сочнейшими фруктами Которые будут течь просто по лицу Когда ты их будешь есть Эти фрукты нам потребуются Они нам просто необходимы жизненно Пришлось, конечно, срубить свои прекрасные деревья Ну а сейчас древесину у нас будут и так генерировать Поэтому нормально К тому же древесину, возможно, будут генерировать быстрее Чем, например, медь Так, с этого дерева я пока оставлю Хорошо, строим фруктово-ягодное Да, готово Стоять оно будет вот здесь Возле плантации Хорошо, теперь у нас их Пять Но мало Сколько сгенерировал? А ну-ка, удиви меня Уже пять! Слушайте, это очень быстро Это очень быстро Два камня Камень медленнее Камень медленнее Но все равно здорово Все равно очень здорово Черт побери Надо было раньше строить этот генератор Знал бы я, что он настолько полезен и эффективен Я бы построил его, разумеется Пораньше Вообще сперва испугался Думал, реально этот Вандал хочет сломать Творение всей моей жизни Дождь пошел Да, у меня тоже за окном дождь Опять эти дожди Сломать творение всей моей жизни А именно генератор предметов Конечно, вы могли подумать, что творение всей моей жизни Это красный реактор Но красный реактор это наше божество Мы ему поклоняемся Я его не сотворил Это реактор сотворил нас На секундочку, как бы Чтоб вы понимали, насколько все это вообще серьезно Так, сколько ты древесины сделал? Одиннадцать! Одиннадцать! Офигеть! Ты царь просто А камня шесть Ну, тоже неплохо Все Теперь у меня всегда будет Древесины и камня в достатке Это здорово Че, тьма опять опускается А, это из-за дождя? Это из-за дождя, друзья мои Это из-за дождя Такс Что бы еще можно было сделать? Что бы еще можно было сделать? Ну, 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 ну Пришел торговец, да? Но все равно ресурсов мало Ладно, построю еще одно фруктово-ягодное дерево Еще одно А дальше построю еще одно жилище И еще один генератор предметов Как раз ресурсов к этому времени у меня должно хватить Только я не знаю, что я буду генерировать Древесину, скорее всего И шерсть надо поставить генерировать Если я буду всегда создавать и шерсть, и древесину Я смогу такую деревню отстроить Что просто, мама, не горюй Так, 25, достаточно Такс, такс, такс И сегодня атаки, видимо, не будет все же Сегодня атаки не будет Но оно и к лучшему таксу Сад наш тут Сколько древесины? 20 Это как раз на еще один дом Шикарно Такс, 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 дом, да За шерстью придется еще сбегать Но это не беда Сбегаем попозже Вот так вот, вот так вот выглядит наша деревня Работа просто прет Ну, а с вами был Перпетум Ильи же Александр Если вам понравилось, вы можете поставить лайк Подписаться, буду очень благодарен До новых встреч, всем удачи, всем пока Ну и не забывайте Слава реактору Покедова Блин, как будто следы, да, каких-то животных на зданиях Ух, жуть Пока Субтитры сделал DimaTorzok